Приветствую вас, дорогие! Хочу поделиться так, как я понимаю Слово и как я понимаю Священное Писание. Я выражу свое мнение, как я понимаю его. И ни в коем случае не хочу ограничить вас своим мнением. Как я понимаю определенные апостольские вещи. Время от времени я говорю об апостольском, потому что мы все понимаем, что церковь основана на основании Иисуса Христа, он есть круглый камень, но также на основании апостолов и пророков. Не на основании пастырском. Поэтому Господь работает сейчас в церквях, потому что на пастырском основании Он не будет строить. Это не то основание, на котором Он строит. Поэтому нам нужно восстановление апостольского. Нам нужно восстановление пророческого служения. Это не потому, что мы этого хотим. Хотим мы этого или нет. Власть и сила, в которой должна ходить церковь. Согласно Писанию, так как мы хотим видеть эту власть и силу высвобождаемыми, не будет высвобождаться до тех пор, пока апостольское и пророческое не будет восстановлено. Я хочу немножко поговорить о простой сути апостольства. Не из книг, которые я читал. А так как я верю в простоте, мне это пришло. И не думайте, что будет какая-то суперглубина в этом. Я верю, может, 90% вы это знаете. Но мы блажены не тогда, когда мы что-то знаем, а когда мы что-то исполняем. Суть апостольского духа это суть духа посланничества. Никто не может быть апостолом, не будучи посланным. Если человек послал сам себя, он не апостол, он самозванец, самопосланец. Апостол это тот, кого посылает Господь. И он посылает его через личный энкаунтер. не дух святой посылает апостолов, а Иисус уполномачивает апостолов и посылает их. Но дух святой, как сам дух посланничества, участвует в этом. Как дух святой сказал, отделите мне Савла и Варнаву на служение, к которому я призвал их. Иисус избрал апостолов. Иисус раздает милоти апостолам. Милоть на апостольство не придет через человека. Если этот человек апостол, милоть Смита Вильксворда не придет на вас и не сделает вас апостолами. Христос Иисус и его милоть как апостола, часть этой милоти будет дана определенному апостолу и будет высвобождена в духе посредством слова апостольские наделения, апостольское посланничество. И этот человек будет иметь апостольское помазание. Ты не можешь стать апостолом через какого-то человека, даже через апостола, из-за того, что он за тебя помолился. Если Иисус лично не явился этому человеку и не сказал я помазываю посылаю тебя как апостола, извините. Поэтому это суть апостола быть посланным. Куда? На территорию врага. Бог не посылает апостола в то место, где уже его царство установлено, утверждено и процветает. Бог посылает апостола во враждебную территорию, на территорию врага, на территорию оккупированную царством тьмы, на территорию территорию, где он хочет утвердить посольство Божье, где апостол будет двигаться в этом посольстве, займет определенную позицию и будет представителем Царства Божьего, Царства Небесного на этой территории, уполномоченной властью и силой, заверенной властью и силой, задействованной властью и силой Небесного Царства на этой специфической территории. Апостольство и апостол это территориальный дух, это главенство над территорией. И мы должны понимать, что на этой территории, оккупированной тьмою, апостолу придется не только противостоять Царству тьмы в лице бесов и демонов, но Царству тьмы в лице начальств, властей и мироправителя тьмы века сего, кто не есть демоны, а кто есть ангелы падшие. Иногда люди путают бесов и демонов с падшими ангелами. Но об этом мы будем говорить позже. Потому что так, как ты воюешь с падшим ангелом, это не так, как ты воюешь с бесом и демоном. И не все уполномочены воевать с падшими ангелами. Все могут изгонять бесов, которые являются духами бестелесными на земле, но не все уполномочены сдвинуть территориального духа с той или иной позиции. Не все. Это апостольская прерогатива. Это апостольско-пророческая церковь, которая сможет это сделать. Апостол, непосредственно посланный представитель. Есть две вещи. Первая это служение слова. Служение слова разделяется на две части. Служение слова в церкви через учение и через проповедь. И это служение слова для святых. Для экипировки святых. Для назидания святых. для утверждения укрепления взращивания святых. Для поставления их на дело служения. И есть служение слова для мира, для неверующих. Проповедь Евангелия Царства. Агрессивное служение слова. Которое высвобождается на той или иной территории, на которой, к примеру, поставлен где-то апостол или апостолы. Чаще всего это даже не один, а команда. Апостолов. Не апостольская, а апостолов. Это высвобождение слова на территории тьмы. второе основное служение это служение молитвы. Оно распространяется, делится тоже на две части. Служение молитвы в церкви, регулярная молитвенная жизнь тела. Регулярная молитвенная жизнь в церкви, где молитвы также совершаются за святых. Всякую молитву и молением, прошением. Молитесь во всякое время духом и о всем самом, со всяким постоянством о всех святых. Но также молитва является и агрессивной молитвой, вторая часть молитвы, когда молятся за не спасенных, когда молятся за врагов, неприятелей, тех, которые противостоят. Я понимаю, что через церковь, в церкви самой также есть противостояние. Иногда оппозиция и противостояние в церкви, апостольскому и пророческому, намного сильнее, чем оппозиция и противостояние через неверующих, потому что дьявол использует умы верующих и бесы и демоны используют умы верующих и падшие ангелы, чтобы остановить ту или иную Божью работу. У нас в стране, в Южной Африке, серьезная ситуация. Во многих сферах. И в духовной, и в политической, в экономической, ой-ой-ой как, и также в разных других сферах. И нужна, должна происходить определенная работа. И, конечно же, идут молитвы. Молитвы, ходатайства идут. И вы знаете, что около миллиона людей собирались несколько раз на определенной ферме вокруг определенной горы и молились о прорыве в этой стране. И я верю, Господь услышал эту молитву, но тем не менее есть еще одни процессы. Есть процессы, через которые мы проходим. Достаточно ли молитвы? Нет. для апостольского молитвы и ходатайства недостаточно. Очень важно ходатайствовать и молиться, но этого недостаточно. Одной молитвой и ходатайством ты не сместишь начальство и власти над той или иной территорией, над тем или иным регионом. Молитва и ходатайство будут совершать свою работу, но одной только молитвой и ходатайством эта работа сделана не будет. Достаточно ли выходить на улицы проповедовать Евангелие пророческий евангелизм нести Евангелие Царства достаточно ли говорить о Христе неверующим? Нет, недостаточно. 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 Одним этим ты не сместишь начальство и власти в той или иной ситуации. Мы должны понимать, что когда мы противостоим бесам и демонам, мы используем власть в имени Иисуса Христа. Мы не молимся за бесноватых. Мы изгоняем бесов властью именем Иисуса. Но именем Иисуса ты не можешь повелеть ангелу падшему на той или иной территории уйти со своей позиции. С ангелами разбираются немножко по-другому. Через небесные суды Бог должен сам направить падшего ангела для суда, который церковь совершит над ним. Многие никогда и не встречались с падшими ангелами, а только с бесами и демонами в своем духовном противостоянии. Это две разные личности. Это разные личности. Ангелу падшему нужен разум. И он влияет на разум людей, территориально находясь в определенной позиции. Он не сходит в людей. Они не живут в людях падшие ангелы. Они вооружены мощно и они используют армии бесов, которые могут жить в людях и атаковать непосредственно тела и души людей. Поэтому ты не можешь сказать ангелу пошел вон во имя Иисуса Христа. если ты не послан и не уполномочен как апостол или пророк на этой территории в ассоциации с другими через откровение Божье совершить суд над определенными личностями. Потому что Бог послал его для суда, чтобы сместить его. Мы видим, что одного евангелизма недостаточно. И мы видим, что одной молитвы и ходатайства также недостаточно. Каждый делает свое дело, но этого недостаточно. Нужна молитва и ходатайство и нужен агрессивный евангелизм вместе. взятый. Давайте посмотрим практически на один момент, даже не открывая Библию, даже не открывая Священное Писание, потому что мы все это знаем. И как пример возьмем апостола апостола Павла. Сразу хочу заметить и сказать очень важную вещь, ребята. Апостол Павел и другие 12 апостолов наш пример апостольского. апостола это не значит, что если кто-то не такой как апостол Павел, он не может быть апостолом. 12 апостолов Агнца имеют особое положение в духовной иерархии. У них особых 12 престолов, на которых они будут сидеть, судить 12 колен Израилевых. У апостола Павла было особое положение. Поэтому если вы встретитесь с апостолом, который не действует так, как действует апостол Павел, не на таком уровне, это не значит, что этот человек не апостол. Не все апостолы умрут, не всем апостолам отрубят головы, не все апостолы будут также гонимы и побиваемы камнями и плетьми, апостол Павел. Да, они будут гонимы, они будут преследуемы, но не до такой степени некоторые из них будут преследуемы, как апостол Павел. Некоторые апостолы, они жили, они живут и они будут жить, И они умрут естественной смертью, понимаете? Это не значит, что если тебя где-то не убили и не приговорили, значит ты не был апостолом. Смит Вильсерд был апостолом, но его не распили на кресте. Тимофей и Силуан, они также встали апостолами. Но у них была другая участь, в отличие от участи апостола Павла. Поэтому будьте также осторожны и не судите тех людей, которых Бог поднимет как апостолы, что если какого-то элемента у них нету, такого как есть у апостола Павла, значит они не апостолы. Надо, чтобы обязательно они были постоянно в пучине морской три дня и три ночи. Нет, не обязательно. Апостол Павел был особым апостолом, у которого была особая миссия написать две трети Нового Завета. Есть апостолы над большими территориями, есть апостолы над материками и континентами, есть апостолы, которые будут над определенной областью поставлены. Апостольская территория, она также может разниться от большой и небольшой, очень маленькой. И будут апостолы, которые будут подставлены всего лишь над одним городом, а кто-то над сетью городов. Но мы будем использовать также примеры апостола Павла в Священном Писании. Смотрите, когда апостол Павел был послан, это значит, что он двигался. Мы знаем, что у него были определенные, так называемые, миссионерские путешествия апостола Павла. Территориальные, по разным местам. Он сказал, что Бог дал ему определенную территорию. И он не влазил на чью-то другую территорию, которая была поручена другим апостолам. Он занимался своим делом на своей территории, которая была ему определена Господом. Каждый апостол будет иметь ограничение территориальное. Не только духовное ограничение, но и территориальное. Кто-то может быть апостолом, посланным в Турцию, но не апостолом, посланным в Южную Африку. Поэтому в Турции, там, где он послан, будет высвобождаться полнота власти, силы. И он будет утверждать это посольство Божье на этой территории с великими чудесами и знамениями. Но он может приехать в Южную Африку. И того, что совершается в Турции, не будет совершаться здесь. Потому что Бог не дал ему территориально Южную Африку. Апостол Павел для кого-то не был апостолом, а для кого-то был апостолом. И плод его апостольства был очевиден и явен. Апостолы, они духовные стратеги. Апостолы ведут апостольские войны. Мы можем забыть сразу быть апостолом и не иметь апостольских войн. И апостольских противостояний. Апостол – воин. Но разряд, уровень, градация и звание его – высокое. И, соответственно, высокий уровень власти и силы, в котором апостол уполномочен двигаться и действовать. Мы знаем, что апостол Павел молился и ходатайствовал. И мы видим это в Священном Писании. За церкви. И за святых. Регулярно. Мы также знаем, что он молился за территории. И за тех, кто живет на этих территориях, куда он был послан. Но он не только сидел и где-то молился и ходатайствовал. И на этих территориях все само собою совершалось. Нет. Мы говорили, одной молитвой и ходатайства недостаточно. Очень важное звено. Но он также внедрялся. Не духовно, физически на определенные территории. Когда духовная твердыня в Ефесе, духовная твердыня поклонения Артемидии Ефесской была поколеблема, была сокрушена демонстративно, мощно и могущественно. Это не было только из-за молитв и ходатайств, а из-за того, что апостольское присутствие лично было в Ефесе, лично было в тех местах. Недостаточно молиться и ходатайствовать апостольскими молитвами. Нужно также апостольское присутствие приносить в те места, где мы молимся. И обязательно будет открыта дверь. Апостол Павел не мог войти туда, где дверь для него не была открыта. Поэтому он говорит, молите, чтобы Бог открыл мне дверь для слова. Не только для молитвы, но для слова. Возвещать Евангелие, как я должен. И он говорит в другом месте, что дверь для меня открыта, но много противников. Да, дверь открывается, но противостоящих будет много. Но апостол Павел не где-то в пещере или в монастыре просто молился и ходатайствовал за Ефес. Он туда пришел, и была конкретная, открытая конфронтация. Апостолы ходили по городам и были всесветными возмутителями. И он был в Листре, Иконе, Дерве, Антиохе и Писидийской и так далее и тому подобное. Апостол – это тот, кто физически, в своем физическом теле принесет сверхъестественное духовное Царство Божье на ту территорию, куда он будет послан. И он не только будет молиться, но он также будет агрессивно проповедовать апостольский Евангелие Царства на этой территории. Он будет изгонять бесов, он будет исцелять больных, он будет восхрешать мертвых, он будет очищать прокаженных, он не будет только молиться, он будет двигаться в чудесах, знамениях и в демонстрации силы Царства. Но он будет также молиться и ходатайствовать много. То есть это не или-или, это и то, и другое. Но апостолом никто не может называться, если человек просто молится. Он может быть хорошим молитвенником и чудесным ходатаем, каким должен быть также и апостол. Но если он физически, извините, не переносит свою задницу на те территории, куда Бог его послал, и там не совершаются чудеса и знамения и великие силы и действия Божьей силы, и силы Евангелия над этой территорией, я не смогу назвать этого человека апостолом. Апостольский дух это дух движения, это не дух сидения на одном месте. Даже географически, даже физически. Поэтому мы видим современных апостолов, один из которых Дэвид Хоган, которые не сидят просто у себя в Мексике, а которые ездят по странам больше половины года. И мы видим, что апостол Павел находился в Ефисе около двух лет. Он проповедовал Евангелие и вся Асия слышала Слово Божье. Особые чудеса и знамения совершались через него с этими всеми опоясаниями и так далее. И Артемида Ефесская, которая не была духом просто, демоническим. Нет. Это не был демонический дух. Это была царица небесная над этой территорией. Это был падший ангел. Был судим, сокрушен и потерял влияние над разумами и жизнями людей. Колдовство потеряло влияние. И люди выносили все эти книги и сжигали колдовские. Влияние апостола духовное. Территориально духовное. И территориально-географическое. Не только духовное, где все совершается в духе, в духе, в духе, в духе. Нет. Где совершаются вещи в духе, но также результат этого совершения в духе прямо пропорционально высвобождается на определенной географической территории, в определенном географическом месте. Смещаются начальства и власти и проповедуется Евангелие в силе. И многие приходят к покаянию. Многие приходят к покаянию. К примеру, я молюсь, я ходатайствую. И несколько раз в своей жизни я посещал духовное место, о котором хочу поделиться в следующем служении. Это Сион. Гора Сион. Я переживал и имел духовные переживания огня Сиона. И имею откровения, которыми я делюсь. И слава Богу, в этом нет ничего плохого. Но откровение без проявления не является полнотой. И благословение откровения без проявления и манифестации этого откровения всего лишь частичны. Да, я делюсь и буду делиться о тех измерениях духовных, которые я вижу в Духе. И я высвобождаю их так, как я могу высвобождать их. Но в этом нет полноты. Вот почему я стянаю внутри себя. Потому что нет еще проявления, манифестации откровения. И ожидаю, когда не только я буду говорить об огне Сиона, который я видел и переживал в Духе, но физически, конкретно, на определенных территориях высвобождать огонь Сиона. И люди конкретно, реально будут переживать проявления и манифестацию этого откровения. Вот к чему мы должны стремиться. Откровения чудесны и прекрасны, но одного откровения недостаточно, чтобы двигаться полноценно в Духе. это откровение должно проявляться. Демонстрация Духа и силы должна быть в этом откровении. И пока ее нет, да, мы учим, да, мы проповедуем, да, мы открываем откровение, но это часть, частично. Мы, как служители откровения, высвобождая его, стремимся и стинаем, чтобы конкретно видеть манифестацию этого откровения. Не только высвобождать порядок слова, но и порядок духа этого слова. Да, этот огонь Сиона, который я переживал, должен стать реальным огнем, духовным огнем, который сходил бы и ощущался физически, на физическом видимом плане, в мощных проявлениях, в душах и телах людей, наделяя их, снабжая их, очищая, освобождая, преображая, исцеляя, восстанавливая и т.д. и т.п. Вот к чему мы стремимся. Да, мы глашатай, мы провозглашаем заранее то, что должно прийти позже. И не всегда то, что придет, как проявление и манифестация, придет сразу. Да, иногда надо высвобождать откровения и сеять, но в этом нет полноты. И мы хотим полноты. Мы хотим слышать откровения уст и видеть проявление и манифестацию этого откровения. Вот это, по сути, апостольское. Где слово не расходится с делом. Где духовно проявляется на физическом, где небесное проявляется в земном, чтобы на земле было, как и на небе. Апостол, он находится не только в духовном посольстве, но и на физической территории. Он утверждает физическое посольство. Физически утверждается царство Божье. царство Божье уже утверждено духовно на небесах. Но физически оно еще утверждается на земле, чтобы было как и на небе. Поэтому продолжаем молиться, продолжаем ходатайствовать. и возрастаем в понимании того, что нам нужно материализация откровений, воплощение духовного в физическом. чтобы в явлении духа и силы вот это апостольское. Не только слово, не только учение апостолов, но и манифестация апостольской силы и власти в проявлении духа и силы. Интеграция, соединение, разных частей, совокупления. Благословляю вас во имя Ишуа. Аминь. Аминь.